всем друзья привет новая серия начинается из штата алабама я нахожусь таком городке туз колосса вообще правильно они говорят у колосса значит сегодня мы будем забирать он видите вот там такая штука называется я не помню как она называется значит вот она приблизительно точно такая же здесь вон оттуда начинается идет далеко-далеко вон там зеркале видно значит она делится это как бы такой прицеп составной прицеп на части он может складываться и в длинную такую змейку и и рядышком они составляются значит у него все колеса подвижные он рулит как хочет используется он видите для перевозки транспортировки ну так и локальных таких масштабах где-то по месту каких-то очень тяжелых вещей там каких-то кранов может быть установок и так далее но это все по желанию значит какая у меня небольшая проблемка возникла значит я она делится на две части то есть одну такую длинную колбасу я не могу забрать вот и она где-то пополам там делится на части значит одна часть будет весить почти что 35 тонн вот то что я не могу забрать вот а вторая часть будет весить 25 тонн так вот первую они могут грузить тяжелую и только потом лишь легкую вот я приехал и оказалось что надо сейчас сидеть ждать 2 водителя пока тот приедет его загрузят только потом меня такая вот система вот опять же с доставкой тоже изменилась я должен был ехать во флориду а оказалось что я еду в луизиану расстояние поменялось вот это как бы не очень хорошо она поменялась в меньшую сторону а деньги остались те же так что принц это как за неудобство получается так вот получилось но мне в этой ситуации даже лучше ехать в луизиану чем во флориду вот мы посмотрим ну и дальше будем смотреть как тут грузится друзья в америке негабаритные грузы это не только те которые выпирают то есть по ширине допустим не влазят в габариты негабаритными грузами считаются даже те которые превышают лимит по весу так вот сегодняшний груз у нас будет превышать этот лимит лимит у нас 80000 сейчас мой кусок он состоит как бы из двух частей брокер дал мне один вес что в принципе как бы обычно совпадает но лучше всего их перепроверить то есть загрузиться поехать на весы взвеситься получить желтый листочек которые одни однократно показывал и тогда уже знаешь сколько у вас вес объясню что я делаю я всегда стараюсь заказать пермиты заранее то есть разрешение на перевозку негабарита заранее но как можно заказать заранее если ты не знаешь веса на самом деле меня уже зовут друзья быстренько расскажу потому что позвали уже загружать поэтому я пошел есть такие специальные шильдочки на грузе на котором написано его настоящая масса значит но там в тоннах то есть я пошел просуммировал там 16 тонн 100 килограмм и 7 тонн 200 получается там что 23000 300 килограмм используя google я перевел это все в паунды получилось пятьдесят одна тысяча паундов вот что мы дальше делаем пятьдесят одну с половиной тысячу я превратил в пятьдесят четыре то есть взял еще на две с половиной тысячи больше затем распределил весь вес поровну по осям 1241 и 41 в сумме чтобы получалось 94 и заказал пермиты заранее пока я сейчас буду грузиться закреплять груз и доедут до трак стопа взвешусь скорее всего я уже получу бумаги на перевозку вот но так как я подстраховался то есть я накинул там одну тысячу на трак 3000 на груз то есть я на две тонны перестраховался то есть должно быть все окей если будет меньше ничего страшного главное что было бы не больше а а а а значит загрузочка ребят произошла сейчас нас с картирует обратно на выход завода значит это нефтеперерабатывающий завод здесь бензин наверное соляру делать не знаю в общем нефтепродукты везде здесь ездят эти к цистерны загружаются достаточно такое строгое место то есть чтобы сюда заехать надо еще иметь три карты помните я рассказывал да про твик карты специальная такой документ который надо получать в отдельных субстанций игры субстанциях в отдельных инстанциях вот вы видите я ждал вот этот трак чтобы он приехал и загрузил первый кусок груза а потом он стоял ждал пока я загрузился чтобы нас вместе отсюда вывести такая работа на двоих вот но я понимаю что мы едем с ним в одно и то же место надо будет чуть позже с ним по это мы тут даже не пообщались спросите вообще куда он едет потому что с адресами тоже какая-то один адрес на то что брокер прислал 2 адрес который на бумагах в общем ну такое надо посмотреть вот как резко изменилась погода буквально 10 минут я отъехал посмотрите сразу какой ливень меня поджидал скорее всего такая погода будет прямо до луизианы куда мы направляемся пригород города новый орлеан да но что поделаешь ничего страшного такая наша работа сейчас правда мне приход придется на улице выбегать на загрузке было жарко вспотел на мог а сейчас я намокну от того что дождь поливает но ничего не поделаешь такая у нас работа надеюсь что может быть это погодка будет так местами то там то сям и нам повезет как бы не вся дорога будет в дожде друзья поленился заходить внутрь потому что ну наружу потому что здесь дождь шел пока я это все сделал видите мне уже пришло с телефона через приложение значит помните играл 94000 взял общий вес по 41 на каждую ось тут получилось 40 тысяч здесь 39 и здесь почти 11 то есть я ну взял да я переборщил как бы на 4000 паундов но я по крайней мере перестраховался и я теперь знаю что у меня с весом все в порядке значит как я говорил даже тяжелый груз считается негабаритный поэтому мне приходится иметь значит знаки негабаритного груза спереди и сзади я вам сейчас покажу как мы загрузили потому что пока дождик не идет значит цепи здесь надо немножко подтянуть потому что он знаете он тоже на воздушных подушках то есть сначала ты затянул потом воздух ушел она спустилась и надо еще раз подтягивать вот блин чувак перевозил куриц там так воняет ужас смотрите как сильно ослабилась цепь видите вот надо пойти посмотреть с той стороны а здесь у нас а здесь очень туго видите как получилось странно я сейчас подтяну это все дело вот здесь точно также флажочки вот этот флаг у меня видите пиратский такой надо будет его поменять я вы часто спрашиваете дима дима сравни как тебе гену я решил немножечко вам рассказать значит свои первые ощущения уже я езжу скажем так вторую неделю это получается где-то 6000 километров раньше было делать какие-то выводы слишком рано потому что надо больше проехать понимаете значит что мне нравится здесь в кентруте на первых обзорность кто-то говорит что здесь узкая кабина да она хуже чем во фритлайнере это это сто процентов но я хочу сказать что это никак не минус потому что ну не знаю вот вам понадобится допустим что-то достать я рукой могу достать до пассажирского стекла это удобно на самом деле бардачок там если что-то там понадобилось вот достать дальше посадка посмотрите как я сижу все здесь у меня подголовник здесь подлокотники я сел я всю дорогу вижу многие любят опускать сиденье полностью вниз я пробовал честно говоря очень удобно но так как у меня высокий рост мне сидеть внизу высоко слишком слишком сложно и когда долго едешь тогда это создает некоторый дискомфорт потому что слишком сильно устают ноги поэтому я приподнялся тени повыше чтобы мне была хорошая посадка дальше капот первые пару дней конечно это было я вам скажу сложно как то так казалось все массивно вот эти вот воздухами да воздушные фильтры на сегодняшний день я вообще не чувствую то есть я еду как будто бы я раньше ездил то есть я абсолютно привык к машине я очень хорошо чувствую габариты я очень хорошо чувствую как машина стоит на дороге вот первый день два я машину ловил я не мог ее поймать мне казалось что ее бросают из стороны в сторону на самом деле это просто с непривычки сейчас я еду как бы одной рукой сейчас немножко дорога неровная не знаю могу вам отпустить руль вы увидите что трак едет абсолютно прямо дальше обзорность мне очень нравится обзор потому что есть люк это добавляет очень много света в кабину как бы и ты едешь тебе светло тебе комфортно а также окна боковые и так далее есть небольшой минус при поворотах где-то там на пересеченной местности чтобы посмотреть влево вправо приходится вот так делать раз раз потому что не видно на самом деле вот эти боковые стойки они закрывают обзор это из минусов дальше по мощности конечно кенворд валит конкретно ребята я уже не первый тяжелый груз везу и кенворд с 18 коробкой показывает себя просто отлично то есть я на любую гору забираюсь скорость у меня падает конечно это по любому случится но она падает не настолько как она падала на фриклане то есть здесь мощность то чего я хотел мощность мне хватает можно еще поднимать но это все процесс такой будущем дальше если повернуться обратно в салон посмотреть там тоже очень светло потому что есть стекла по периметру есть боковые порточки вот и это все естественно придает уют и комфорт по поводу ступков допустим да вот я сейчас съеду вы слышите как там бардачок гремит да бардачок старый он сломанный он гремит его надо либо поменять либо подклеить либо еще что-то руль трясется я вам это показывал разбитая рулевая колонка это тоже будет со временем все меняться не сразу Москва не сразу строилась в целом я скажу машина мне нравится не комфортно отдыхать не комфортно ехать вот я отпустил руль машина едет прямо понимаете она мощная да, радиус поворота я уже почувствовал действительно он гораздо больше чем во фриклайнере фриклайнер более маневренный герборд он такой неповоротливая корова знаете такой большой и неповоротливый но к этому тоже привыкаешь то есть тебе надо просто привыкнуть глазами, чувствами в дальнейшем уже с этим проблемом абсолютно не будет даже это не проблема это просто такой небольшой минус я бы сказал но за счет того что длинная рама машина гораздо устойчивее стоит еще смотрите вот во фриклайнере здесь была такая стойка высокая для стаканников и так далее ты когда сидел за рулем у меня постоянно нога упиралась в эту стойку и она болела здесь этой стойки нету вот я сижу на протяжении дня вот как я раскладываюсь в кресло руль я держу двумя руками я еду отдыхаю у меня ноги ни во что не упираются мне ничего не мешает и я еду просто наслаждаюсь дорогой рация ну вот еще есть минусов то что окна открываются это старая модель стеклоподъемники находятся вот здесь то есть если ты хочешь приоткрыть окно вот так я не дотягиваюсь тебе приходится немножко пристать и открывать окна то же самое с радиостанцией видите, хотя ты вот взял танкерту в руки и если ты с кем-то общаешься ты можешь ехать и общаться ну на крайнем случае вот повесил ее так пусть болтается потом раз взял сказал что-то опять повесил если не нужна поместил ее в специальное хранилище и едешь дальше ну вот собственно и все в удобствах если я на какие-то вопросы не ответил друзья задавайте постараемся вместе проанализировать машину я думаю что кстати вот еще один такой плюс я вам скажу да не плюс просто наблюдение зеркала здесь немного меньше чем во фриклайнере я всегда думал что на классике обзор в боковые зеркала будет плохой на самом деле это неправда я вот сейчас съеду обзор великолепный то есть я вижу абсолютно всю полосу даже я больше вижу зеркало чем я раньше видел во фриклайнере действительно очень хороший обзор маленькие крупные зеркала выпуклые они помогают видеть обгоняющие машины в мертвых зонах очень удобно ну и естественно вот это маленькое окошко у пассажиров в ногах точно тоже помогает посмотреть что там за дверью происходит есть еще небольшой минус во фриклайнере конечно же там аэродинамика здесь аэродинамика отсутствует от слова нет во фриклайнере когда ты открываешь окошко все что находится у тебя в салоне за воздух да он вытягивается наоборот на улицу здесь же наоборот когда ты открываешь окно весь воздух заходит внутрь кабины то есть ты открываешь и тебе все летит в лицо то есть немножечко это такое дискомфорт создает но опять же не настолько это большой минус и немножко неудобно допустим лакбук во фриклайнере можно было здесь разместить я не захотел здесь сделать отверстие поэтому мне лакбук пришлось спрятать туда под низ и как бы не совсем это знаете как бы удобно дальше по поводу навигатора я использую телефон поэтому я вот сюда его поставил в принципе он мне обзор не закрывает я вижу прекрасно всю дорогу весь навигатор как бы все отлично ну и магнитола то есть видите немножечко за счет того что я длинный на самом деле если бы я был ниже ростом я бы мог бы подвинуть сиденья ближе и я бы это всего бы доставал бы руками понимаете так у меня просто ну немножко ноги будут уставать в процессе работы в процессе езды поэтому я подвигаю сиденье немножечко назад вот ну и так же мне очень нравится то что здесь спинку сиденья можно откинуть до столько на сколько ты хочешь я вам сейчас покажу смотрите если надеюсь камера передает то я могу вообще вот так вот развалиться и в одной и другой машине этого сделать у вас не получится потому что там сзади находятся вилевые ящики так называемые шкафы либо помещение где вы храните свои вещи кладовочки вот а здесь они так сделано специально что они не мешают сиденью двигаться назад я считаю что это большой плюс ну вот собственно и все о плюсах и минусах я боюсь впечатление и 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 это и и и ночевку но я просто знаю что нас сегодня там грузилась три или четыре трака и утром когда я проснусь сюда подъеду здесь уже будет будут они стоять и я потом буду завтра стоять и ждать по полчаса каждого пока разгрузят поэтому я сразу так раз под ворота встал значит что у меня приключилась видите огонечки горят это случается это небольшая проблема вот огни горят а на прицепе огней нету обычно тут у меня проблема с розеткой надо пошевелить и ничего не загорелась в общем будем сейчас искать что-то с розеткой вырубились огни хотя я ехал останавливался на весовой станции меня останавливали проверяли мои документы все в порядке все горело вот но пока я доехал видите все перестала гореть не тормоза не поворотники ничего вот такое случалось у меня там розетку я шевелишь и она нормально а вот вторая проблема выскочила я не знаю в чем что здесь она надеюсь это не глобальная проблема я вам сейчас покажу значит вот посмотрите свет выключу подсветка приборов полностью отсутствует то есть вот они сверху габариты горят видите желтенький я сейчас выключу раз все потухли сверху подсветочка видите вот стеклоподъемники раз загорается а вот здесь почему-то не горит я вот сейчас слушаю мне такое чувство что где-то какой-то как знаете электрический такой писк стоит так что вот чем я сейчас буду заниматься не отдыхать а искать что у меня со светом произошло надеюсь это просто предохранитель посмотрю сейчас предохранители проверю может быть перегорел а если что с проводкой вот это конечно посложнее то есть по проводке там пока найдешь да надо все раскурочивать все открывать где искать потому что проводов там миллион вот но все пробу приборы работают все лампочки на панели приборов тоже работают поэтому именно сама подвеска той подсветка тут уже чуть чуть попроще вот я буду разбираться потом спокойной ночи и завтра встретимся на разгрузке значит друзья у меня было только что я вроде как ну я не починил конечно я выключил трак заглушил выключил все вот эти огоньки потом тракт завел включил все работало только что потом я решил значит вот здесь у меня я замечал что подсветка получается делаешь меньше больше и она периодически как бы чуть-чуть пропадала и появлялась значит там уже что-то был какой-то вопрос сейчас послушайте вот я включу свет вот здесь включаю сейчас уже нету но сейчас смотрит странно раз приборная панель смотрите загорелась полностью да а хотя уже все уже не горит ну-ка а сейчас горит видите полностью вся подсветка все приборы и ничего но что-то здесь не то ну-ка а видели и сейчас слушать внимательно слышите ну короче надо разбирать по-другому здесь никак ну что парни всем доброе утро значит 7 20 сейчас уже подошли запускают нас на компанию сейчас будем разгружаться эти что с розеткой что со светом на прицепе на прицепе ребята розетка сломалась значит надо поменять розетку я вчера сходил на на стоянку хотел там купить но сожалению у них там ничего нету вот хорошо что ходу свет короче только с одной стороны работы там один пин обломался вот надо будет купить новую розетку поменять вот но с подсветкой приборов что-то я так и не разобрался короче какая-то релюшка я уверен что она просто перегревается потому что когда она холодный вот сейчас все горит все прекрасно работает потом когда она видимо нагревается она начинает коротить поэтому надо будет поискать ну а мы сейчас занимаем позицию и будем разгружаться заставили одеть видеть каску зеленую жилетку так положено «то делаем что-то делаю.» «ааааа» «аааа» «ааа» Продолжение следует... 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 Ну а мы с вами встретимся в следующих сериях, ребят. Всем пока, удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...